Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Что ж, возвращаемся на финансовые рынки. Сегодня у нас среда. Как я всегда отмечаю, среда пришла, неделя прошла. Это не может не радовать, ну и конечно же не могут не радовать те тенденции, которые мы наблюдаем по основным тандемам валютных активов. Все складывается, конечно же, в нашу пользу. Мы правильно распорядились прежним фундаментальным фоном и сейчас, соответственно, продолжаем пожинать плоды. Евро корректируется, фунт, я думаю, что в ближайшее время также одумается и пойдет к более низким ценовым значениям. Доллар в целом растет, соответственно, нефть проседает, ну и рубль также находится под девальционным прессом. Обо всем давайте поговорим, как и всегда, разумеется, подробнее. Также не забывайте о том, что в ходе сегодняшнего брифинга я анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонусы на пополнение. Сегодня у нас повышенная ставка бонуса. 10% действует он до следующего брифинга и, по сути, у вас есть полноценные торговые сутки, чтобы воспользоваться этим предложением и повысить покупательскую способность ваших депозитов. Поскольку сегодняшняя торговая сессия у нас обещает быть довольно-таки интересным, ведь сегодня конференция дорогие председателя Банка Англии Карни и еще на целый блок статистики по британскому рынку труда полагают, что волатильность будет поинтереснее, чем динамика последних двух торговых сессий. Но начнем давайте все-таки с нашего традиционного первого актива, на который мы обращаем ключевую ставку. Это динамика Brent. Актуальные котировки 47.22. Если посмотрим и резюмируем, опять же, прошлый торговый день, то сможем увидеть на тех же самых дню, как Brent добрался до ближайшей поддержки 47. Это было нашей ближайшей целью. Для тех трейдеров, которые, собственно, ориентировались на торговлю в краткосрочной перспективе, я полагаю то, что этот уровень является досточным. Может быть, вы уже вышли из сделки. Соответственно, для тех трейдеров, которые делают ставку на среднедолгосрочный трейдинг, здесь уже можно замахнуться на более низкие ценовые ориентиры и значения. И напоминаю, что наш долгосрочный посыл – это возможность просадки Brent даже в район 45 долларов за баррель. Пока фундаментальный фонд создает достаточно оснований, чтобы мы не отказывались от этой идеи. Продолжали, собственно, каждый брифинг делать ставку на то, что актуальность этой идеи по-прежнему сохраняется и от нее ни в коем случае не нужно отказываться. Говоря про актуальный новостной фонд, здесь стоит обратить внимание на макроэкономическую статистику со стороны Китая, потому что на этой неделе у нас Китай сразу отличился серией блоком о серьезнейших макроэкономических данных, от которых можно отталкиваться и прогнозировать будущие показатели экономического восстановления второй, точнее, экономики мира. Напомню, что в воскресенье мы начали этот анализ с торгового баланса, экспорта и импорта и констатировали вместе с прочими участниками рынка, что экспорт и импорт продолжают снижаться. Прежде всего, особый негатив, конечно же, связан с коррекцией экспорта, потому что в связи с этим, разумеется, вывод напрашивается сам собой. Это вывод, который предопределяет не самые радужные перспективы для экономического восстановления Китая. Вчера были опубликованы данные по индексу потребительских цен и инфляции, которые, как я уже неоднократно отмечал, показатели, указывающие на потребительскую активность в регионе. По факту, цифра 1,3% против прошлого 1,6%. Показатель снижается, значит, мы говорим о том, что параллельно с ним попадает и потребительская активность, что в целом характеризует уже с новой стороны слабости вообще этого региона и указывает на то, что снижение потребительской активности будет оказывать такой прессующий эффект на темпы роста ВВП. Мы готовимся к более слабому отчету экономического расширения очень давно. Я отмечал, что даже несмотря на прогнозы и ожидания рейтинговых агентств, инвестиционных банков, касающихся то, что ВВП к концу этого года максимум просядет до 6-7%, есть все-таки основания увидеть даже более глубокие значения. Ну, говоря про 2016 год, думаю, что цифры будут еще более удручающими. Соответственно, получив подтверждение снижения индекса потребительских цен, не забывайте также про те параллели, которые мы проводим в рамках этого отчета и говорим о состоянии европейского рынка, там ведь такие же проблемы. Но, правда, там уже даже отрицательное значение инфляции, то есть дефляция, и от этого серьезнейшим образом страдает потребительская активность. Похожие проблемы сейчас характерны уже для Китая. А значит, мы уже аккумулируем слабость торгового баланса, падение индекса потребительских цен и настраиваемся уже на еще одну порцию макроэкономических данных, которые будут обликованы буквально в рамках предстоящего часа. Это динамик коронечных продаж в Китае, промпроизводства и капиталовложений. Полагаю, что, скорее всего, с большой долей вероятностью процентов 70 мы увидим по большей части этих отчетов сегодня более худшие значения. То есть, тенденция снижения продолжится, значит, мы уже в ходе завтрашнего брифинга вернемся. Также с обозначения серьезной угрозы, которая по-прежнему нависает над Китаем. И если мы посмотрим на текущую динамику тех пар, которые преимущественным образом и должны зависеть от выхода этих отчетов, то сможем увидеть, как сейчас перед выходом этой статистики укрепляются позиции японской иены и швейцарского франка. То есть, трейдеры реально готовятся к слабой статистике и перекладывают, разумеется, свои депозиты, свои средства и имеющиеся ресурсы в те инструменты, скажем, в расположении которых можно переждать смуту на финансовых рынках. Поэтому сейчас растет спрос на франка, растет спрос на производные финансовые инструменты, на драгметаллы. И в целом это та логика, которая присутствовала на рынках всегда. И я отмечал уже, что если мы переключаемся на статистику и фундаментальный фон китайского происхождения, то смотрим на данные и готовимся, что эта статистика, слабые отчеты могут несколько сломать общее рыночное позиционирование в краткосрочном характере только и стать причиной, вследствие которых доллар будет находиться под давлением, а вот рисковые инструменты, такие как евро, ну прежде всего евро, могут испытывать, скажем, положительные последствия в связи с этим и расти в рамках торговой сессии, потому что евро это валюта фондирования и финансирования для операции керри-трейда. Эта логика пока на рынке соблюдается и сейчас мы видим, как европейская валюта даже после разгрузки прошлой торговой сессии подрастает, но вряд ли это продлится долго, потому что общий фундаментальный фон весьма не двусмысленно сигнализирует о том, что евро будет продолжать находиться под серьезным прессом. Поэтому средние долгосрочные трейдеры мы правильно заняли позицию и, собственно, не поддаемся на эти ложные локальные выпады и ждем более глубокого ценового значения, более глубокой просадки пары евро-доллара. Я думаю, что дождемся этого в самое ближайшее время. Поэтому, возвращаясь к нефти, пока смотрим за Китаем, смотрим за статистикой. В случае выхода плохих данных это приведет к пересмотру прогнозов по экономическому расширению Китая, соответственно, в случае снижения экономики Китая, о сохранении вот этого понижательного импульса. Снова можно будет говорить о падении спроса на сырьевые активы и под давлением, разумеется, окажется бренд, под еще большим давлением. И в связи с этим, как я и отмечал, в рамках даже этой торговой пятидневки у нас есть все основания забраться по бренду даже ниже 47 долларов за баррель. Вчера вышли данные по запасам нефти. Отмечаю, что это частная оценка API в США. Согласно нашим ожиданиям, да и в принципе объективной реальности, запасы снова подросли плюс 6,3 миллиона, то есть уже шестую неделю подряд. Значит, есть все основания увидеть и в четверг от официальных данных, а также прироста. Значит, можно настраиваться на еще один дополнительный пресс для позиций энергоресурсов, то есть марки бренда и WTI. Что касается российской валюты, актуальная котировка 64,40. Видим то, что рубль девальвируется, стремится в район ближайшего сопротивления на уровне 65 против американского конкурента. Пока фундаментальный фон, опять же, создает больше рисков для национальной экономики. Сегодня будут опубликованы в 17.00 данные по ВВП России. Прошлый отчет, напомню, минус 3,8. Я полагаю то, что сегодня мы сможем увидеть еще даже более глубокий экономический спад, что с точки зрения макроэкономических отчетов станет еще одним негативным фактором для российского актива, что вкупе с девальвацией, точнее, с ослаблением позиций нефти позволит рублю продолжить вот этот понижательный импульс против своих основных конкурентов и оказаться выше сопротивления 65. 65 для нас является ближайшим перевалочным пунктом, поскольку мы замахиваемся на более высокие значения и по-прежнему стремимся в район 68-70. Что касается традиционного сравнения, достаточности, соответственно, курса и актуальных оцен на нефть для бюджета. Если мы, опять же, перемножим, получится 64.40 на стоимости баррелей нефти, 47.22 получится цифра 3040. Это ниже, чем 3300, который является, точнее, порогом достаточности для российского бюджета. Значит, стоит все-таки настраиваться на еще большую девальвацию рубля, потому что мы не видим оснований для усиления позиций нефти. Идем дальше. Европейская валюта против доллара. Вчера мы видели, как евро вернулся к прежнему коррекционному вектору. В частности, локальное значение, локальный минимум в рамках торговой сессии был на уровне 1.0673. Это минимальный уровень за шесть последних месяцев. Поскольку важных махроэкономических данных в рамках торговой сессии опубликовано не было, мы делаем простой вывод о том, что трейдеры и участники рынка возвращаются и продолжают спекулировать на прежнем фундаментальном фоне. Но стоит отметить, что этот фундаментальный фон стоящий для того, чтобы оказывать соответствующее давление на позиции главного валютного риска, потому что участники рынка, разумеется, готовятся к решению программы количественного смельчения, решение о чем может быть принято уже по итогам декабрьского расседания. Против евро действует также и контраст поля. Мы знаем то, что параллельно растет и спред доходности между американскими трежерис и немецкими бундесами. И этот спред доходности уже достиг многомесячного максимума, что, соответственно, повышает привлекательность инвестирования в те активы, которые номинированы в долларах. Американская валюта от этого только выигрывает, и вчерашняя торговая сессия также подтвердила этот факт. Хотя рост американского долгового рынка выступил неплохим драйвером для усиления позиций доллара не только, скажем, по итогам даже прошлой недели. Мы видим эту тенденцию уже на протяжении последних месяцев. Я полагаю, что можно даже отталкиваясь от одного рынка американских долговых бумаг, строить какие-то рекомендации и принимать решения касательно трейдинга пары USD и Yen. В целом, этот трейдинг преимущественным образом будет направлен на усиление позиций доллара и, соответственно, на еще более восходящее движение тандема USD и Yen. Что касается сегодняшней торговой сессии, она обещает быть, как я уже отметил в начале брифинга, гораздо интереснее прошлого дня, потому что сегодня у нас конференция Драги, где, скорее всего, с большой долей вероятности он снова актуализирует ожидания и возможные посылы в плане изменения денежно-кредитной политики. И в случае, если Драги отметит то, что европейский мегарегулятор по-прежнему склоняется в пользу того, чтобы задействовать имеющиеся инструментарии для того, чтобы поддержать экономику, поспособствовать росту индекса потребительских цен и восстановлению прежнего инвестиционного давления, значит, можно будет активно распродавать европейца. Какие намеки может сделать Драги? Полагаю, что, наверное, какой инструмент он бы не взял за основу, опять же, поддержки экономики, расширение программы количественного смещения, продление ее сроков, либо коррекция процентных ставок – это в любом случае стимулы, которые будут направлены на ослабление евро, потому что они в целом будут подразумевать возможность роста баланса европейского центрального банка, увеличение денежной массы, что, разумеется, в целом окажет понижательный эффект на позиции национального валютного актива. Долгосрочно – это идея номер один. Можно, в принципе, даже игнорировать прежний, точнее, сторонний фундаментальный фонд, и тем трейдерам, которые ориентируются на трейдинг по евро-доллару на долгосроке, можно дать декабрьского заседания, а потом переключиться на контраст политики СБ и ФРС, который так и останется весьма, скажем, очевидным, что в целом создаст прежние основания, может быть, даже еще больше оснований для разгрузки евро против американского доллара. А значит, наши идеи пока, соответственно, сохраняют свою актуальность. Мы ждем еще больше просадки и не отказываемся от тех ожиданий, которые направлены на возможность движения пары евро-доллару в район 1.05. Поэтому наша долгосрочная цель как раз и маячит на этой планке. Что касается вчерашней долгосрочной цели, я предлагал воспользоваться уровнем со 100 в качестве отложенного ордера для того, чтобы войти в рынок и прокатиться на возможном коррекционном импульсе. Эта идея вчера отработала себя, потому что мы как раз зашли в эту сделку на уровне 1.07.40 и добрались до профитного ориентира 1.06.80. Локальный минимум был 1.06.73. Поэтому те, кто присоединился к ней, снова вас поздравляю. Еще одна сделка, которая попала в копилку реализованных за последнее время. Как можно действовать сейчас? Поскольку любой выпад европейской валюты является, наверное, исключительно временным явлением, мы по-прежнему ждем ослабления. Предлагаю снова разместить тот же самый отложенный касса стоп, но на более низком уровне 1.07.20. Тейп профит 1.06.80. Стоп лосс 1.07.50. То есть короткий стоп и также довольно-таки короткий тейп профит. Если евро снова вернется к понижательному тренду, эта сделка также будет очень быстро реализована даже в рамках предстоящих торговых сессий. Идем дальше. Фунт против доллара. Вчера не было никаких стоящих макроэкономических отчетов. Мы видим то, что пара продолжает восстанавливаться. Актуальная котировка 1.50. 1.63. Трейдеры, конечно же, сейчас панически настроены в отношении трейдинга по фунду, потому что, напомню, что четверг и пятница обернулись для пары фунт-доллар потери по сути 400 пунктов. Это очень много. Сейчас по причине отсутствия дополнительных фундаментальных драйверов даже для возобновления и продолжения коррекционного движения трейдеры переключились на технику и стараются использовать опять же фундаментальное затишье для того, чтобы отыграть хоть какую-то часть пунктов, которые потерял фунт за последние дни. Но это, конечно же, идея характерна для тех трейдеров, которые по каким-то причинам продолжают по-прежнему покупать британца. Мы же, получив подтверждение в прошлый четверг, только еще больше убедились в том, что фунт остается аутсайдером, нужно дальше его солить, поскольку совершенно очевидно, что повышение процентной ставки уже поехало больше, чем на полтора года вперед. Я думаю, что дальнейшие макроэгономические отчеты будут лишь сигнализировать о еще более актуальных проблемах для Банка Англии. В связи с этим также будут регулярно пересматриваться и ожидания по индексу потребительских цен, по потребительской активности, ВВП. И также мы будем постоянно возвращаться к позиции голосующих членов Банка Англии по возможности потенциального решения, направленного на ужесточение монетарной политики и повышение процентных ставок. Но, скорее всего, по-прежнему будет большинство против этого повышения. Для нас это еще один фактор для того, чтобы долгосрочно делать ставку на АСЛ британца против доллара. Сегодня фунт является настоящим фундаментальным героем дня, скажем так, поскольку поводов макроэкономических достаточно. В частности, в 12.30 по московскому времени будут опубликованы данные по рынку труда Британии. Особое внимание советую уделить на динамику роста заработных плат, потому что зарплаты будут сигнализировать о потенциальном росте индекса потребительских цен, которые сейчас находятся на отрицательной территории, годовой эквивалент в рамках Англии. Соответственно, если зарплаты продолжат снижаться, ну, либо хотя бы окажутся ниже 3,5%, а вероятность этого 99%, у фунта будет больше оснований для разгрузки. Напоминаю, что если кто-то делает ставку на то, что рост заработных плат сможет вытащить индекс потребительских цен и, соответственно, повлиять на решение Банка Англии, повысить процентные ставки, вы должны понять, скажем, очень, на мой взгляд, очевидную деталь. Чтобы заработные платы вытащили индекс потребительских цен, нужно, чтобы они с лихвой покрывали производительность труда и тот целевой показатель по инфляции, который сейчас находится и действует в рамках британского мегарегулятора. Если производительность сейчас растет на 1,5%, целевой показатель по инфляции в 2%, значит, заработные платы должны расти, ну, как минимум на 3,5%. Прошлый отчет 2,8%, а значит, не дотягивая до этого рубежа существенно этот отчет. То есть, между строк, опять же, анализируем статистику, зрим в корень и видим то, что оснований для роста британца и надежды на то, что Банк Англии пойдет на повышение процентной ставки раньше положенного времени, нет. То есть, долгосрочная наша идея по-прежнему направлена на движение фунт-доллар в район 1,5%, а может быть, даже мы сможем увидеть даже еще более глубокие значения. Каткосрочная цель и идея остается прежней, поскольку мы пока не смогли использовать ее потенциал. Этот селл-стоп на уровне 1,5040, это и профит 1,50, стоп-лосс 1,5080. То есть, при возобновлении коррекции, уверен, сможем отработать и эту идею. USD иена. Здесь, опять же, как я отметил, по причине ожидания слабых данных по Китаю сейчас спросом пользуется японская иена. Вряд ли это будет долго, потому что в последнее время мы получили достаточно подтверждений и оснований для роста американца. Доллар будет пользоваться этой поддержкой. И как только сможет отделаться от прессинга сейчас своего основного защитного актива, снова вернется к восходящему локальному бычьему ралли. Хотя это локальное бычье ралли уже имеет серьезные предпосылки для того, чтобы стать долгосрочным. Ждем уровень 125. И последняя статистика. Рынок труда, розаарабных плат. Комментарии Джанет Йеллин, Дадли, Лохарта и Розенгрена. А также, соответственно, динамика доходности американских трежерисы. Все указывает в пользу усиление позиций доллара. Уровень 125 остается нашим ближайшим оценовым ориентиром. USDCAD 1.3246. По-прежнему видим, что канадец реагирует на слабости нефтяного рынка. Понятное дело, потому что этот рынок является ключевым также с точки зрения формирования доходной части бюджета для Канады. Таким же ключевым, как, к примеру, и для российской экономики. Делая ставку на ослабление нефти, ждем еще большего пресса на канадскую валюту. Плюс ко всему, растет еще и доллар. Ну и мы готовимся к еще одному шагу по смягчению экономической политики и снижению процентной ставки. Поэтому USDCAD 1.35 также не отказываемся от этого ориентира. Австралийц против доллара. Прежняя цель 0.70. Актуальные котировки 0.70.66. Австралийц далеко не ушел. Если сегодня статистика по Китаю расчарует, будучи важнейшим стратегическим партнером, австралийц начнет дисконтировать эти риски и на себе. И, разумеется, получит дополнительное основание для движения в район 0.70, то есть нашего ближайшего ориентира. Ну и что касается еще одного тандема валютных активов, новозеландность против доллара. Здесь хочу обратить ваше внимание на доклад Резервного банка Новой Зеландии, который был опубликован ночью. В целом, из основных посылок, что нужно усвоить, то, что низкие цены на молочную продукцию, высокие цены на рынки недвижимости создают серьезные риски для национальной экономики и, соответственно, для валюты. Плюс ко всему, Резервный банк Новой Зеландии следит актуально, внимательно за ситуацией по Китаю. И за последнее время, ну, мы, в принципе, знаем это и без Резервного банка Новой Зеландии, что Китай создает одни лишь риски и одну лишь угрозу для мировой экономики в целом. Ну и будучи вместе с Австралией одним из ключевых партнеров для Китая, понятно, что эти регионы будут испытывать риски, дисконтировать эти риски преимущественным образом. Поэтому по новозеландцу мы по-прежнему придерживаемся СЭЛа и ждем такой же глубокой коррекции, как и по австралийцу. Еще раз напоминаю, что величина кодового, величина бонуса на сегодня 10%. Что касается кодового слова, давайте приурочим его к сегодняшним конференциям. Дорогие и председателя банка Англии Карни и обозначим в качестве такового слова речь. Если есть вопросы, вы знаете, что их можно оставлять на нашем официальном канале на Ютьюбе, ну, либо на форуме Амаркетс, где у меня есть своя верка. Спасибо за внимание, удачного торгового дня, ну и, соответственно, увидимся уже в ходе завтрашнего брифинга. Всего доброго, до свидания.